Всем приветики! Хотите, я вам расскажу, а почему наступает зима, почему наступает лето и как всё это происходит? Хотите? Тогда усаживайтесь поудобнее и сейчас вы всё узнаете. Конечно, вы скажете, что всё зависит от времени года, но нет, всё совсем не так. Тут всё дело обстоит по-другому, совсем иначе. На самом деле всё зависит от Деда Мороза. Дело в том, что когда Дедушка Мороз спит, то потихонечку наступает лето и постепенно становится теплее. Потом вообще тепло, жарко даже становится. И вот когда становится совсем жарко, Дедушка Мороз просыпается. Дело в том, что ему некомфортно, когда жарко. Вот когда вы выходите на улицу, и вам холодно, вам хочется одеться, потому что вам холодно. А Дедушке, наоборот, ему комфортно. А когда жарко, ему, наоборот, некомфортно. И вот когда совсем сильно лето, он там спит, у себя в домике, и когда он хоть и спит на Северном полюсе, но тёплые ветра всё-таки задувают к нему, и ему некомфортно. И чем жарче в мире становится, тем ему некомфортнее. И в итоге он просыпается. И когда он проснётся, то он начинает дуть. Так вот, сидит так. Свой холод. Ему жарко, и он вокруг себя начинает дуть так. Распространяя вокруг холод. И этот холод разлетается по всему миру. Именно поэтому летом потихоньку начинает портиться погода, начинают дуть холодные ветра. Потом в итоге листья с деревьев выпадают, наступает осень, потом зима. Если это всё происходит позже, значит дедушка проснулся позже. Либо, может быть, он приболел. Вы знаете, когда вот горло болит там, и ты не можешь особо даже разговаривать. Вот у него такое от жары может случиться. У него болит горло. И он не может дуть. И тогда он лечится. Ест всякие снег, ест там сосульки. И тогда он вылечивается. А когда он вылечится, он снова начинает дуть. Нагоняет холод. И потом, когда он уже наберёт полную силу, тогда уже мороз стоит лютый. Снег там валит уже, лёд такой. О, значит, дедушка уже... Ну, вот как мы топим помещение, чтобы нам тепло было, так он морозит. Но не помещение, а весь земной шар морозит, чтобы ему комфортно было. И когда он всё заморозил, ему уже комфортно, хорошо, он довольный. На радостях он берёт свой мешок, седлает своих саней и довольный разводит всем подарки. Конечно же, это случается на Новый Год. Разводит он всем подарки, довольный, весь такой весёлый. Но, естественно, не все заслуживают подарки. Кто их не заслуживает, того он пролетит мимо на своих волшебных санях. Но кто заслуживает подарок, тот обязательно его получит. Дедушка Мороз обязательно положит вам его под ёлочку. А потом, когда он уже раздал себе подарки, а подарков у него много, на всех хватит, тогда он довольный, весь такой весёлый, возвращается к себе домой, заваливается спать и спит до следующего лета. А почему до лета? Как наступает лето? Когда дедушка засыпает, дуть больше некому. И всё, что он наморозил, потихоньку начинает выветриваться, таять, растаивать и потихоньку начинает теплить. Но дедушка спит, потому что он не знает об этом. А вот когда уже станет совсем тепло, когда уже наступит лето, когда уже совсем разжарится, вот тогда он это почувствует, когда он проснётся и снова начнёт дуть. и тогда снова лето начнёт уходить, начнут листики падать, и снова наступит зима. То есть всё зависит от дедушки. И так круглый год дедушка Мороз обеспечивает нам зиму. Ну, а когда он спит, то мы можем порадоваться тёплым летним денькам. Хотя зимой тоже классно. Можно лепить снеговика, кататься на санях, на лыжах. Ну, в общем, играть в снежки. Много всего интересного. Так что всё это важно и нужно. Ну, и ёлочку, конечно, да, и подарочки от Деда Мороза. Это тоже такое интересное и нужное дело. Вот. Теперь вы знаете правду о том, как всё это происходит. Вот. Такие дела. Ну, и, конечно же, кто-то из вас может сказать, что это всё сказки. Но в каждой сказке есть доля правды. Откуда вы знаете, может быть, как раз таки именно так всё и происходит. И на самом деле всё так и есть. В общем, тут уже каждый для себя решает сам. Вот. Ну, а на этом всё. Всем покеда. И с наступающими вас праздниками. Пока.